Всем добро, друзья, уважаемые зрители и подписчики моего канала, с вами снова Демастер, и сегодня, вместе с вами, дорогие друзья, мы продолжаем выживать в большом городе, с вами я, бомжик Демастер, и мои бомжи, привет, ребята, привет, с добрым утром, как у вас дела? Так, здорово, босс, босс, другие бомжи пошли собирать бутылки, а, я понял, я что-то не вижу, она ей бороду, да блин, я знаю, какие бутылки они пошли собирать, короче, опять у них слишком много денег, видимо, завалялось, хорошо, тогда мы с вами сегодня будем выбирать, блядь, снег, вот, и, да, как всегда, общейте, с она и бородой нужно будет поговорить отдельно, Вот, они ключи тебе оставили, мужик Виталя, от гаража, все, отлично, да, мужик Виталя, тогда, так, что получается, ладно, пойдемте все вместе, никого не будем оставать, я думал, она у нас последит немножечко за гаражом, пойдемте, нужно выбирать снег, снег у нас снова выпал, но от ли Донха не убираемся, чуваки, пусть он там весь завалится снегом, вообще, так, все, погнали, уберемся у Халиба, я думаю, в принципе, у Ларька можно тоже прибраться, я буду пока к Лине зайду, вы выбирайтесь, я хотел с Линой поговорить, я просто не беспокоюсь, там, мистер Донхи угрожал, ээээээээээээээээээээээээээээ мистер Донх, здравствуйте, аккуратнее, кстати, с ним, аккуратнее, аккуратнее, да, все, удачи, 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 да, удачи, чуваки, убирайтесь, убирайтесь, так, хорошо, хорошо, у Халиба, кстати, не так много снега, кстати, о, нифига себе, закрыто, Халиб, видать, куда-то уехал, ну ладно, все равно, в принципе, ради приличия, чисто вокруг уберитесь, так, слегка снежок упал, все равно уберитесь, ради приличия, пацаны, да, 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 Халибу потом скажут, что убирайтесь, о, здравствуйте, святой отец, что случилось, вы так хорошо убираетесь, вы не могли бы опять убраться возле церкви, оплата, как всегда, оба, реб Пацаны, 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 новая информация! Короче, уходи, закругляйтесь и вот, со святым осадком, святый отец, вот мои работники, сейчас они уберутся здесь и проведите их за церквью, вместе с вами там, сходите. Ооо, Линочка, Линочка, привет, привет, Дэмастер, сегодня так холодно, работать не хочется, пойдём чай пить. Ну, пойдём, пойдём, попьём чайку, в принципе, я-то чё, я только за? Привет! Привет, 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 Нимка, привет, да, так... Хорошо, хорошо, хорошо. Пойдёмте пить чай, пойдём пить чай к тебе. У меня, правда, сегодня ключей от твоего дома нет, к сожалению, да. То есть, как бы, мы работники, видишь, идут работать в церковь, значит, снег убирать. Снег убирать. Ты как, ничего там не было? Мистер Дом к тебе с лучшим не заходил? Там всё в порядке, ты эти таблички убрала. О, нифига себе. Лин, ты что, здесь камеры поставила? Это что, твой батя поставил? Папа потом поставил систему наблюдения, всё понятно. Ну, хорошо, отлично, отлично. Лучше бы, конечно, на каждом этаже поставил, а не только на входе. Надеюсь, на твоём этаже тоже есть. Ну, ты смотри, камера, это всё-таки такая не всем безопасная штука. Надо бы ещё скрытой камерой. А чё, Нимка с нами не пошла пить чай, только вдвоём идём? Хм, ну ладно. Это даже хорошо. Так, вот ещё одна камера. Так, всё хорошо, давай-давай, захожу. Так, ботиночки снимаю. Хорошо, хорошо-хорошо. Я думал, они с вишеным котом забегут. Так, у тебя ещё ещё манициты стоят. Блин, они уже, на самом деле, кажется, это... Кажется, уже всё, потихонечку умирают, Ленчик. Поэтому надо будет тебе новый, наверное, букетик цветов-то подарить. Вот. Написать им? Да, я думал, в принципе, можешь написать им. Позвони и скажи, чтобы приходить с нами по чаю пить чайку. Пусть какую-нибудь шоколадку по пути купят, я не знаю, там, ну, или хотя бы просто чё-нибудь к чаю. В принципе, я Нимку только что на улице видел, она же с тобой там сидела. Не знаю, думал, с нами пойдут, типа, посидят. Да, напиши, спроси, придут, не придут, будет, думаю, интересно. Вот, я пока схожу в ванную, потому что Нимусу уже 4 дня, надо всё-таки это принять душ. Всё отлично, по кайфу, по кайфу, по кайфу. Как редко я принимаю ванную, ребят. Всё-таки жить бомжом сложно, я хочу купить себе квартиру. Думаю, в будущем с нашего бизнеса я смогу купить себе хоть какую-то комнатушку. Вот, но я бы хотел купить себе всё-таки какую-нибудь большую квартиру, чтобы туда переселить всех бомжей, чтобы они не жили в гараже. Вот, но всех, конечно, переселить не получится, возможно, возьму 2-3 каких-нибудь ключевых бомжей, которые, знаете, такие, ну, самые умные будут, да, там, правой рукой сделаю, там, левой, вот, и всё. И, значит, их с собой заберу жить. Ну, вот я подумал на такой темой. Можно, конечно, к линии переехать, но что-то навязываться не очень хочется, да. Ну, не знаю, это стыдно мне навязываться там. Всё, отлично, выходим. О, привет, ребята, привет. О, вы тортиков купили. Нимка, привет, ещё раз. О, бешеный кот, братан, здорово, здорово, здорово. Вот, о, нифига себе, тортик чая. Пойду поставлю, ещё один тортик, 2 тортика чая. Что это за кролик? Это что, ваш кролик? Нифига себе, вы что, кролика купили? Вау, 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 ручной, ручной кролик. Нифига себе, нифига себе. Вау, какой классный, можно его погладить? Привет, кролик, привет. Ой, какой классный кролик, ты посмотри вообще. Офигенный. Так, так, что такое? Можно, ой, ой, что-то кролик какой-то агрессивный у меня. Кусает, кусает меня кролик-то ваш, ай-эй. Ай-эй, вы это, приструните вашего кролика, пожалуйста. Он какой-то агрессор, агрессор. Кролика, я сейчас на тортики поставлю. Давайте, я знаю, кролику просто надо яблочко дать. Они вроде яблочки любят, я не знаю. Ну, дайте сейчас кролику яблоко дам, может он успокоится. А кролик, вот, возьми яблочко, яблочко скушай. Офига себе, он у вас тут быстро это яблоко съел. Всё. Всё, ну, вроде бы ему понравилось. Так, ну что, будем чай пить? Я смотрю, тоже тортики, чай, в принципе, всё есть, да. Смотрите-ка, чаёчек. Чё, бешеный кот, рассказывай, ничего интересного в городе не видел. Видел рынок закрытый. Не знаешь вообще, куда Халиб уехал? Халиб не знаешь, куда уехал? Я с ним просто хотел поговорить. Нифига себе. Кролик ест торт. Офигеть, он пол торта съел. Что это за кролик у вас с бездонным желудком? Он съел торт, который в 4 раза больше него. Он просто 2 трети торта захавал. Он даже где-то, можно сказать, 3 четвёртых тортика съел. Ну, нифига себе, такой-то кролик жёсткий прям, жесть. Нифига он захавал, да? Он любит сладкое. Не-не, я-то не против, но... Он у вас такой наглый кролик, я вам скажу, наглый. Но он классный, классный. Какой он классный. Кролик один, ты посмотри, какая милаха, а. Иди погладь кролика, он классный. Вон, посмотри на него, посмотри, посмотри. Он доел торт. Он доел торт. Так, давайте себе по кусочку съедим, чтобы это... Хотя бы нам досталось немного тортик это... А то кролик, мне кажется, сейчас весь торт просто захавал. Ну, посмотрите, ну... Он опять пришёл, опять просто полторта съел. Давайте торт кролику оставим. Он у вас не лопнет, слышь, бешеный кот. У вас кролик не лопнет случаем от этого тортика. Больше не будем гостей его брать. Да ладно, ты чё? Ну, он просто, видимо, перепугался от нового помещения, понимаешь? Типа новая обстановочка, перепугался. Вот. Куда он пошёл? Он пошёл купаться, смотрите. Кролик хочет искупаться, кажется. Он в раковине хочет искупаться. Нифига себе. Он такой милаха. Ты посмотри на этого кролика. Такая милашка. Невоспитанный, да. Как он двери открывает? Не знаю, он может в них ударяется, и они открываются. Но он у вас какой-то гениальный кролик, на самом деле. Ладно. Вкусный чай был, Лина. Вкусный чай. Я всё-таки это пойду. Пойду, пожалуй, посмотрю, как мои ребята справляются с работой, потому что мне за ними нужно следить. То, знаешь, я их отпустил как-то раз. И они такое устроили, капец. Такое вакханалию устроили у меня. Ты не представляешь. Вешеный кот был рад увидеться, брат. Спасибо за гараж, что продал. Мне, кстати, гараж продал, да. Спасибо, братан, да. Вот. Димка тоже. Это... Приятно было увидеться с тобой. Всё, блин, давай, пока. Всё, увидимся с тобой потом как-нибудь, попозже. Так, у вас тут кролик пытается... Вы бежите, ребят, аккуратнее. Давайте вы его будете держать, а то он может убежать. Всё, держите своего кролика, я пошёл. Ой-ой-ой. Так, оп. Тут кошки. Ох! Нифига себе, кошки. Ну, кошки вроде падают всегда на лапки, поэтому всё в порядке будет. Так, хорошо. Хорошо, хорошо. Я спускаюсь. Нужно приедет к моему ребятам. Надеюсь, они уже у церкви убрались, пока чай... Чаёчек пил, попивал, значит, добра. С ребятками там наживал, да. Но было здорово. Вообще, на самом деле, интересно. Мы так с бешеным котом подружились. О, да. Странно. Опа. Чуваки, что вы здесь делаете? У церкви прибрались? Мужики, виталили. У церкви прибрались. Что вы платили? Что там по деньгам? О, 2000 рублей, вижу. Так, спасибо. Хорошо. Так, к шавухе идите, к шаурмешной убирать. Нет, нет, слышишь? Давайте, короче, сегодня можете отдохнуть. Давайте у меня хорошее настроение. Если сегодня отдохните, снега не так много, идите в гараж, да, чуваки? А я пойду шавуху поем. Всё, если что, вы мужики, виталили, я буду в шаурмешной. За мной забегай в шаурмешную, да? Всё, давай, иди в гараж отдохни, братан. А я в шаурмешную пойду. В шаурмешную, так сказать, перекушу. Шавушечку захаваю. Блин, шавуху уже не ел, наверное, дня 3-4, так что можно и это, сытный мясной обед себе устроить, как говорится, да? Вот, отлично. О, здравствуйте, Ситу-Отец. Чё, как вам? Уборка моей компании? Всё отлично, всё устраивает. Всё, спасибо вам за деньги, конечно. Если что, всегда обращайтесь. Когда будет снег упадать, мы, наверное, не будем к вам каждый день-то приходить, чтобы вас не доставать, да? Вот. Выпал снег, сразу же к нам. Вы знаете, где я живу, знаете, где мой гараж, да? Всё отлично. Туда прям приходите, там мои ребята сразу же уберут всё. Всё сделаем по красоте, знаете, наша компания, она как бы отвечает за качество услуг. Всё, всего доброго, всего доброго, да. Хорошо, пойду за шавухой съем, шавурмешечку себе захаваю, так сказать. Нифига себе, чё какие-то кролики прыгают, чё-то у нас прямо в животах так много в городе стало. Так, всё, шавурмешки, знаете, до сих пор здесь моя рекламка висит, не зря договорились. Нифига себе, о, пожарники появились. А у нас что, пожарную станцию открыли, уважаемый? У нас что, получилось это... Да, открыли, чё, а где, где, где? Пожарную станцию, что ли, нифига себе появилось. А где мне её найти, если вдруг пожар загорится, куда мне идти подходить? Там. Ну, там вот где-то. В той стороне, вы говорите? Ага, вон вижу какое-то новое здание, да. Всё, понял, 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 спасибо. Так, о, Лина, ты как здесь раньше меня оказалась? Видимо, я пока к святому отцу заходил, ты как-то сумела там срезать, да, по дворам. Чё здесь очередь, кто последняя в очереди? Так, ты... Окей. А, Лина, ты была первой очереди, может, закаришь мне шавуху, раз ты первая была сейчас. Возьми мне шавуруми... А, ты мне... А, ты и так две взяла, нифига себе. Ну, это вместе посидим, похаваем. Чё, Лин, садись, давай, садись, 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 покушаем. Вот, ох, шавушка, шавушка, это круто. Шавуху я люблю, знаешь, шавуха, это реально класс. Ох, знаешь, не зря тебя здесь встретилось, сейчас бы в очереди стрел. Что такое, мужик, что случилось? Босс, что, 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 мужик? Мужик, что, что произошло? Ты меня оттыкаешь от трапи, там какой-то парень. Что? Что случилось? На наших напали, что ли? Ну-ка, пойдём. Или что, или... Что произошло? Какой-то парень, что, что сделал? Возле гаража с персиком? С персиком? Чё, персика нашли? Быстрее идём, быстрее идём в гараж. Лина, прости, я должен пойти. Я персика нашёл, кажется. Ну, возможно, не персика, не знаю. Что там, ну, видишь, мужик Виталий, идём, идём, идём быстрее. Покажешь мне этого парня, который нашёл мою собаку. Блин, даже не знаю. Это просто лучший человек, лучший человек в этом мире, который нашёл... А ты куда бежишь, мужик Виталий? Вот там лучше к гаражу пойти. Гаража лучше сюда. Кролики здесь везде прыгают, жесть. Всё, мужик Виталий, быстрее бежим. Быстрее бежим к гаражам. Так, 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 хорошо, 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 хорошо. Сюда, сюда, сюда. Я знаю, здесь есть дырка в заборе, дырка в заборе и... Так, а где он, где он? Прямо в гараже, надеюсь, внутрь-то хоть провели, чтобы он согрелся, там, отогрелся, да, то... Так, шавуху по пути съем в нашем гараже, всё, понял, 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 так, давай, всё-таки какие-то новости, какой-то незнакомец нашёл Персик, да, мне уже мужик Виталий искал, бишеный кот, офигеть, я уже бегу, как раз-таки, с всех ног, посмотреть, что там за дела вообще, что там, где он там нашёл боевую собаку? Так, где же этот парень? Нужно быстрее спускаемся. Чё, чё-то слышно, голос Демастера, по-моему, Персик, ты его узнаёшь... Аид, это ты, что ли, нифига себе, Слава, сколько лет, сколько зиму, офигеть, посмотри, какая у меня гучи-куртка, Персик, Персик, офигеть, Персик, как ты его, где ты его вообще нашёл? Да, я не знаю, я у себя, в общем-то, в городе, ну, блин, судьба у меня сложилась так себе, жил я себе, жил, и прикинь, собака какая-то, я её нахожу, она прям ко мне липнет, не отходит от меня. Да, офигеть, это мой пёс, Персик, офигеть, как ты, это, вообще, на... Как я догадался, сейчас объясню, я, короче, Персик ел, говорю, какой вкусный Персик, и он начинает лаять, а я же помню, ты мне весточку отправлял, то, что вот у тебя появилась собака, назвал ты её Персик, и я такой... Да, посылочки, посылочки, ты тоже посылочки поправлял. Два, и всё, и понял. Да, и при... Ах, ты доехал до моего города, да, ты чё? Да на электричке, у меня деньги-то были, вот, деньги, я там бизнесом занимаюсь, ёлка, тебе ёлка не нужна, кстати, смотри, вот здесь бы отлично ёлка смотрелась. А чё, почём ёлки у тебя, Слава? Две тысячи и одна ёлка. Давай, заплачу две тысячи прямо сейчас, смотри, Слава, тебе... Не, сейчас-то у меня нет, ты их за ёлками приезжай. А, я тебе две тысячи дам, а ты просто... А, я не хочу, чтобы я бы тебе приехал туда и там у тебя купил. Ну, как я тебе ёлку-то ещё где возьму? Ну, я, наверное, тогда не один приеду со своими ребятами, парочку человек возьму, наверное, да? Парочку ёлок возьмёте, понял. Не, парочку человек, чтобы хотя бы одну ёлку дотащить, сам... Или у тебя большие ёлки или маленькие? Ёлки здоровые, самые крутые, самые здоровые, что ты видел. А, влезет сюда, смотри, влезет сюда вообще ёлка-то. Конечно, влезет, сюда влезет, она складывается отлично. А, у тебя они типа не настоящие, такие типа разборные, да? Не-не-не, настоящие, но можно сложить, а потом это, опять разложить. Как у тебя какие-то волшебные ёлки? Короче, покупай ёлки волшебные. Понял, хорошо, персик, 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 ты знаешь чё? Отдохни здесь, с ребятами посиди, я не хочу, чтобы ты никуда больше убегал. Всё, отдохни. Филат, мастер, у тебя, твой пёс, он вообще не слушался, он убегал всё время за какой-то кошкой. Да, за какой-то кошкой? А кошка у этого, у деда какого-то, дед, прикинь, брат, блинёт фильм моего деда. Я тебе говорю, да, он кошку завёл, я ему говорю, какого фига ты свою кошку? Она моего персика отвлекает, но твоего персика, я его тебе отдаю. Спасибо, спасибо, что нашёл его. Короче, короче, его кошка, да, отвлекала, он говорит, вот моя кошка. Да, нифига себе, жёлтый, жёлтый, жёлтый. Да, ещё выпендривался на меня твой этот дед. А ещё я понял, ты тут в неладах с одним этим человеком. Да, 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 есть один парень, я хотел ему отель поджечь. Ну, у него голова на картошку похожа. Да, 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 мистер Долл его зовут, мистер Долл. Вот, вот, он сказал то, что он очень плохой, то, что ты ему там кучу всего попортил. И я сказал, что тоже тебя не люблю, и тогда он отвёл меня примерно сюда. Он дал копам взятку, чтобы тебя меня посадили, представляешь? Я видел, как он это делал. Ты видел это? Ну, только что он отплатил полиции, может быть, как раз по поводу твоего дела. Ну, куда поднимемся наверх, посмотрим, что там вообще как. Так, если что, он сгорь, мне кажется, с этими двумя дедами. Там есть один дед, а второй какой-то сенсей. Сейчас, на него обвидел? Закрывай, да. Таким образом не видно ничего. Хорошо. Я понимаю. Хорошо, но вообще, ты надолго к нам вообще, Слава, приехал? Да я не знаю, я так заскочил, в общем-то. Это мой братан, мы с ним много лет назад были богатыми людьми, да, Слава? А мы были самыми богатыми, весь мир про нас писал. Богатее нас не было никого. Это реальная история. Да, да, так и было, так и было. Но почему-то никто не в курсе, да, про это? Да, так, ну что, Слава, в принципе, можем с тобой поджечь атолитовому мужику, хочешь? Да, мастер, я готов тебе помочь, без проблем. У меня есть немного времени, ну там пока бизнес, и нужно все-таки следить, но сейчас я могу тебе помочь, да. Да, о, тебе, смотри, одежду дают местную. Штаны 170 рублей, за 170 рублей мне штаны дали. Да, а ботинки, ботинки у тебя есть там? Это дубленка у вас, да? Да, 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 у меня, смотри, у меня Гуччи-куртка. Ну это... Камуфляжка, камуфляжка. Сдавал я одного продавца Гуччи-шмоток, Вася Грузин его звали. А, да, у нас, смотришь, у нас есть Володя Грузин, может это его брат? Ну, Вася Грузин известный человек. У нас тоже, Володя Грузин, здесь ловельки у него тут свои, знаешь, типа продает, там что-то мутит. Может быть, у него, получается, как это называется, отдел такой. А, может быть, может... Так, пойдем, 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 может тебе показать вообще мой город? А, покушать бы мне что-нибудь, покушать. Я, кстати, смотри, топор купил вот такой вот здоровый. Блин, на самом деле, вообще, по идее, ничего у меня нет, пару яблочек только есть, давайте пару яблок дам. Ну давай. Можем пойти за шавермой, хочешь шаверму пробовать? Да у меня денег нет, но так-то можем... Я угощаю, ты мне собаку нашел, братан, так, что такое, дед, что? Что, дед? Он опять нас пранкует, дай-да-мастер, я ему влуплю, он вечно какую-то фигню придумывает. Пошел вон, дед. Полиция, полиция, полиция. Да, не видели, они в это время смотрели в другую сторону. Так, так, вы что, мы это, мы ничего, мы просто стояли. Да-да, дед пранкер, вы же его знаете, пранкует опять, наверное. Что, вы про эту шишку, он головой в сугроб зачем-то ударился и говорит, что это я его побил. Так, Слав, пойдем, пойдем в шаурмешную, в шаурмешную. Он меня даже не знает, пойдем, дэ-мастер. Пойдем, у меня есть с собой немного денег, хватит, чтобы купить нам немного еды, поэтому мы с тобой можем окушить. Так мы могли бы у Халифа поесть, мой друг хороший, Халиф его зовут. Вот, но сегодня он куда-то уехал, представляешь, ничего не сказал, уехал. Ты зачем дверь в гараж открыл? Проверил, ну а что, гараж и не закрыт, можно открыть. Ну тут у нас, видишь, в этих гаражах почти никто, ну все владельцы гаражей уехали, поэтому там они пустуют, полупустые практически все. Так вы можете там жить все, а? Опасно, полиция за это все-таки гоняет. А то есть тот гараж прям вы его купили? Да, я купил два гаража, смотри, видишь, они кидут посекционно, да? Я купил две секции гаражей и объединил их. Кто это, это твой бомж? Да, там просто можно было через решетку пройти с НЗЛ. А я вначале подумал, что твои вот эти бомжи, это гопники, и напал на них. А, ну у нас есть два... Но они персика ударили, поэтому я в ответ напал. А, может быть, они не знали, что это мой пес, потому что там не... У меня очень много новых бомжей сейчас появилось, видишь, раньше гопники были более агрессивными, но у двоих гопников у одного дом сгорело, у чего-то другого, что-то еще, и они стали бомжами, да. И они такие сказали, типа, ой, мы понимаем, что, типа, вот были неправы, и так далее, понимаешь, типа, и все, и это. Ну, теперь вроде нормальные пацаны, ну, конечно, знаешь, косячат, знаешь, у меня слишком много бомжей, но ты виделся от кровати, да, внизу стоит, там, штук здесь. Да, да, но ты прям свой инкубатор бомжей собрал. Я просто, да, я бизнес делал на этом, я, смотри. О, смотри, Сбербанк тут, это, видимо, их офис. Да, здесь есть, да, здесь есть, знаешь, типа, у меня они убирают двор, видел, компания, ОАО, убираем ваш двор. А, я подумал, там буковки на Д, похоже, я думал, это ДД. Не, не, это, ОАО, убираем ваш двор. Кстати, вот здесь где-то висел у шаурмешной, уже сняли, прикинь, вот сегодня. Да я видел, я видел, я видел, по всему городу они развешивают. О, смотри, это популярно, шаурмешная. Вон они, смотри, деньги опять перекидывают. А, ну, без стартонок опять, с стартонок. О, познакомим тебя с Линой, прекрасная женщина, бутылки я ей сдаю, смотри. Вот, Лина, Лина, здрасте. Она, получается, работает бутылочником. Здравствуйте, здравствуйте. Да, бутылки принимает, вот я ей бутылки сдаю, шины еще принимает, по покрышке всякие, да, вот ей все сдаю. Вот, Лина, это мой друг хороший из другого города. Видал я когда-то похожую девочку, только вспомнить не могу где. Да, он нашел персика, нашел персика. Это я нашел, конечно. Да, 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 нашел персика, все, он привел его, представляешь, из другой персик, другой в другом городе. Дай я шаверму куплю. Вот, это молодому человеку, Слава, сколько шаверму хочешь? Одну, две, три. Полторы шавермы хватит. Хорошо, дайте нам туда три. Так, сколько они у вас стоят? Сколько у вас шаверма стоит, уважаемый? 120 рублей, хорошо, вот, раз, два, так. Ой-ой-ой, у тебя деньги какие-то, они так светятся страшно. Светятся страшно? Да, прям, знаешь, смотреть на них больно, глазам. Ты не смотри, не смотри, не смотри. Так, десяточки я вижу, ну, рубли у нас одинаковые с тобой. Да, 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 нормально, ну, потому что мы же в одном, в одной стране так живем, Слава, правильно? Ну, ехать до тебя было долго, я, честно, очень устал ехать. А сколько ты ехал, сколько часов? 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 Три дня я ехал до тебя. Три дня, три дня, офигеть, так долго? Конечно. Все, я даже те дошки съел, которые с собой брал, мне пришлось в поезде еще дополнительные закупать. Вот, смотри, это, короче, бешеный кот, короче, гопник тут местный, авторитет, но он нормальный парень оказался. Мы сначала с этим дрались много, да? Вот, а потом оказалось бы, что это, короче, парень подруги Лины, вот так вот. Поэтому мы с ним теперь в нормальных отношениях. Я опса нашел, да, персика. Да, 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 у них, кстати, прикинь, у них кролик есть вообще бешеный, ты бы его видел. Он такой... Кролик? Нифига. Да, у них кролик прям торт съел, прикинь, слопал торт, который в четыре раза больше, чем он сам. Целый торт кролик слопал, но это жестко прям. Да, это жестко. Ну, знаешь, в принципе, я видел тут мистер Донг. Ладно, пойдем пока, прогуляемся. Лин, было приятно увидеться, это Димка ушла... Да, было, было приятно познакомиться. Да, давай, да, пойдем, Слава, провожу тебя, наверное, на электричку. Но пока, конечно, нигде он находится, потому что я так подумал, здесь как-то мистер Донг, видишь, винтам очень много платит, мне кажется, лучше не стоит поджигать его отель. Сам понимаешь, опасно. О, смотри, смотри, снег убирает. Да, 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 просто мы у нас... Это опять он, я его все время вижу, он все время появляется. Кто он, да, это мой бомж Кирилл. Ну да, 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 я про него и говорю, бомж Кирилл. О, да, Кирилла, он типа очень этот... Кирилло, Кирилло. Да, он типа любит убираться, и видишь, как бы ему прям работа по кайфу, видишь, здесь убирается около шормешной, у нас с ним договоренность, да, он это, знаешь, типа нам платит шавухами и деньгами. Вот этот чувак тоже на моего одного знакомого так похож. А ну знаешь, вот тот похож на твоего знакомого, ну блин. Да, да. Ну знаешь, типа все это в одной стране, возможно, родственники где-то у кого-то есть, может просто похожи визуально. Покажи, где хоть электричку ты нашел, я даже не знал, что у нас электричка в городе есть. Да фиг его знает, где я нашел ее, там рядом с пожарной станцией. А, пожарная, вон там, кажется, пожарная спереди, ну-ка, показывай, показывай. Или ты хочешь еще в городе у меня остаться, или ты сейчас уже поедешь к себе? Да не, ну я не против тебе помочь, ты скажи, если помощь нужна, я помогу. Ну я тебе говорю, так-то можно было бы вместо того, ну, поджечь отель, ну ты смотри, там, полицейским он постоянно платит вон там, видишь? Ну то есть сейчас пока не варик, да? Да сейчас вообще не варик, сейчас очень... Ну ладно, тогда поеду я. Да, он там отбашлял прям очень много денег, сам понимаешь, типа это очень опасно, я не хочу, чтобы из-за меня тебя еще повязали и в полицейский участок закинули. У меня, короче, такой случай был вообще жесткий, представляешь? Меня, он, короче, заплатил денег, меня снова поймали, из-за того, что я листовки расклеивал, представляешь? Расклеивал листовки, меня за это посадили в тюрьму. А я, короче, в армии был, но сбежал оттуда и сделал себе новые документы. Да, нифига себе. Прикинь, хотели, чтобы я служил, а мне там вообще не понравилось, там, оказывается, заставляют много всего делать. В армии? Ну да, 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 это же армия, армия. Так, а мне сказали, платить будут идеальные условия, все дела, вон электричка, вон демастер. Ого, нифига себе, нифига себе, жесткая, жесткая. Вот на ней я приехал, она, видимо, стоит, еще обратно не отошла. А там завод какой-то сзади, смотри. Да, завод, завод, это у бати Лины завод, я слышал. Вот у этой Лины завод такой есть. Нет, это не ее завод, это ее бати, но он на самом деле... Ну, считай, завод семьи, да. Но он какой-то опасный, челик, с ним лучше не связываться, знаешь, какой-то байк. Опасный, ну я понял, буду иметь в виду. Ну ладно, мастер, так, я пойду уже, да, за билеты купить надо, там, договориться. Да, деньги-то есть на билеты, может, я тебе дам денег на билеты, а то нехрен, как-то некрасиво будет. А, кстати, да, вот эта проблемка, денег у меня нет. Сколько стоит билет у тебя до твоего города? Три тысячи. Три тысячи, раз, два, три тысячи, Слава. А, ты че, дед опять на меня напал, пошел вон отсюда. Дед, 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 дед. Пошел вон. Дед, 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 дед. Дед этот психованный, тебе будет демастер с ним забраться, он вообще достал меня. На на всякий случай этот медикаменты возьми, перевяжи там рану. Все, спасибо, спасибо, я пошел, демастер. Все. Был рад тебя повидать, старый друг. Слава, я к тебе заеду обязательно. Но настало время прощас. Все, за елкой. За елкой. Как-нибудь ду в гости. На елке, за елкой. Но Новый год уже скоро, поэтому заезжай побыстрее. Так что, думаю, на неделе уже заеду, Слава, так и елочку тебя обязательно возьму, хорошо? Елочку, самую лучшую елочку тебе достану. Надо бы покажешь, как живешь, там свой бизнес даже интересный. Только елку продаешь или что-то еще? Бутылки скупаю, продаю еще у копников ворую. А, нифига себе, интересный бизнес. Но у нас, видишь, как бы не получится. Батя Лины сразу же это прижмет, если что-то такое начнется. А если сделать подземный механизм автоматически по воровству, ты будешь даже не при делах, он сам воровать будет. Нифига себе, ну ты мне покажешь, когда я к тебе приеду, наверное. Да-да-да, ты приедешь, я тебе покажу систему. Все, хорошо, Слава, спасибо, что приехал, спасибо, что Персик нашел. О, Персик, Персик пришел прощаться. Пока, Персик. Да, попрощайся с Персиком, спасибо, что нашел его, Слава. Хороший у тебя пес Демастер, да. Он, правда, очень непослушный, очень непослушный. Да, опять куда-то побежал. Да нет-нет-нет, Персик, Персик, ты остаешься с Демастером. Персик, ты что, ты остаешься с Демастером? Иди ко мне сюда, мой хороший мальчик, ты что такое-то? Конечно, мы к дяде Славе съездим обязательно, Персик, съездим, да. Да, Слава, с Персиком к тебе приеду. Да-да-да, Дэн, все, проблем нет, Костян. Я погнал, короче, давай. Да, ну что ж, пока, Слава. Ну что ж, дорогие друзья, эта, в принципе, серия подходит к концу. Вот так вот, спасибо Аиду огромное, что он привез моего Персика. На моем виде, он уже собирается уезжать, вот уже даже двери закрылись. Ну а мы с вами увидимся в следующем ролике. Увидимся на мой канал, ставьте лайки, всем удачи и обязательно, конечно, встретим к Аиду. Всем пока-пока.